Из Крыма с победой. Делегация ветеранов Подмосковья вернулась из Крыма, где проходили празднования 75-й годовщины освобождения полуострова от фашистских захватчиков. В состав областной делегации вошел и Серпухович, ветеран вооруженных сил Анатолий Железнов. В столичном аэропорту его встречали юно-армейцы Серпухова. Ветеран вооруженных сил Анатолий Железнов в составе делегации ветеранов Московской области 12 апреля отправился в Крым на празднование 75-й годовщины освобождения полуострова от фашистских захватчиков. Спустя три дня делегация вернулась из Крыма, полная эмоций и впечатлений. Находясь в этих городах Крыма, мы ощутили тот патриотический дух, которым живут жители Крыма. Где бы мы ни появлялись, к такой отношению, когда они узнавали, что это делегация из Московской области, они просто радовались, что они с нами, а мы теперь с ними. Ветераны Подмосковья привезли домой пламенный привет от ветеранского актива Крымской земли. Основные мероприятия, приуроченные к торжественной дате, проходили в Севастополе. Начал свое движение поезд Победы. До 9 мая он объедет все населенные пункты полуострова, которых коснулась война. Формируется целый состав по принципу фронтового нашего боевого поезда, в котором и теплушки, и вооружение есть на платформах, и люди. И вот сейчас, допустим, там же присутствовали и члены ветеранского актива, и молодежь. Для нас, людей старшего поколения, очень важно, чтобы те героические традиции старших поколений наших фронтовиков были в надежных руках. Надежные руки участников военно-патриотического движения «Юнармия» помогли ветеранам донести багаж до автомобилей. Специально выделенный главой городского округа Серпухов транспорт доставил Анатолия Железнова домой. Теперь Анатолий Михайлович собирается систематизировать записи и фотографии о поездке и рассказывать об увиденном молодежи.